Небольшой совет. Первая дорожка, вторая дорожка и, условно, вот это нарисована середина. Раз. Так вот, в эту штуку приезжают три машины. Одна из них чемпионка. Еще две, получается. Особенно приезжает один человек. Как он это делает? Как это в целом работает? Все, кто ставится супер рано, понятно, внутри, ну то есть тут элементарная физика процесса. Мой совет, это взять все-таки, понятно, ближе к стене и немножко запозднить перекладку. И тогда оно само приезжает. Более того, если вы делаете перекладку, если вы делаете позднюю постановку, у вас начинает видно вот эту штуку. И к ней можно приехать либо под газ, что легко, либо под газ и энергию, если вы нормально работаете. Так вот, поздняя постановка, она еще чуть-чуть. Она же безопасная, потому что вот эта штука, она все за мной вылетит. А ее, кстати, должны были почистить. Поздно вставать. Поздно вставать. Поздно вставать и фазу торможения заставить сделать максимально короткой. Потому что самый вау-эффект, это когда машина долго разгоняется, и сюда как будто прилетает на той инерции, которую получила здесь. Вот. Вот это самое прикольное. Вот это. У вас же будет на первом этапе 120 человек. Валерий. Обойдет 32 всего. Вот эта штука сильно будет решать. Очень-очень сильно будет решать ваш вход. Как в Красноярске. То есть мы в Красноярске вот куда-то смотрим по светофор, смотрим только вход, потом отворачиваемся. Если вход плохой, все, ставишь ниже восьмидесяти, там, вверхи, а проходной девяносто третий, то это сюда. Здесь-то Александр, если пробуйте ее, тренируйте. А на вас здесь... А! Очень полезное пищевое. Чуть позднее торможение в этот клип по внешнему. И машина, получается, едет по быстрой, широкой дуге. Вот сюда. Элементарно тогда приезжает вот на этот клип. Очень легко. Ранее торможение засасывает вас внутрь. И траекторое движение получается вот такая. Очевидно, что это лучше. Более того, выше скорость. И еще, если второй за вами едет в соревнование, и он решил затормозить сильнее, он оказывается внутри, ну, пока проигрыш почти сразу, потому что туда за вами из этой позиции есть уже невозможно. Здесь очень многие разобрались с торможением большим углом. У вас вообще нет вопросов. Вот здесь очень многие тратят сразу веселые скидки. Здесь полгаз. Все кончилось. Здесь уже в отсечке. Сюда на прямых колесах. Вытягиваете отсюда машину в дроссель плавно. В разгон. Тогда у вас здесь только были где-то две недели. Здесь вы будете все это делать, все в расходе. И последний момент, который вчера мало кто делал. Это перекладка сюда вот здесь. Средний угол почти через прямые. Бросили небольшой угол, чтобы здесь было в этой точке очень много инерции. Это очень красиво выглядит. Когда вы здесь ее тормозите углом, и машина сама опять приезжает на этот пыль. Он оба раза инерционный. Но под газом. И красивый выход. Дорога вроде бы простая. Не сильно быстрый. Вход всего 100 у быстрых машин. Но работы много. И парно очень много событий происходит. Это у меня одна дуга с одной перекладкой. Здесь очень много работы. И можно ошибиться в расход на простом месте. И проиграть за ним. Если у вас есть какие-то вопросы, давай я расскажу. Да. Можно сегодня запускать. Допустим, парно проехали. И встали на старт. Там еще две пары стоят. Как раз остыли. И следом этой же парой. Потом встали в конец очереди. А как мы это сделаем логистически? Откуда приезжать? Там же блоками перегородить. А вот есть, как все съезжают. И сразу между блоками прям расстояние. Можно встать вдвоем и ждать. Ну, прогрев закончился. И поехали. Нам прогрев-то не нужен. Давайте попробуем сейчас это сделать. Да. Потому что... Против часовой стрелки разворачиваться. Испода идти. Нет. Сразу за решетками развернуться. И стать носом в блоке. Не туда на прогрев, а в блоке. Там есть расстояние. Там есть только отдельное. Да. Ну, не все едут парно. Я с кем спрашиваю, почти никто не порчит. Ну, посмотрим. Ладно. Порудем сейчас. Нет. Просто чтобы... Задача и сна. Сейчас попробуем сделать. Еще. Хорошо. Помимо меня? Нет. Пока. Смотрите. Да. Таким образом у меня. Вот, например, я вчера ходил в последний перебрате. С липом поставился. Ужасно выглядит. Да, я понимаю. Не делай так больше. Вообще... Так не... Вот как ты делаешь, так не делай. Так не делай. Ты поставил... Это не флифт. Это постановка в другую сторону. Ты в ней едешь 3 секунды. Да. А как правильно делать? Чтобы не на ручнике как салашок типа тянуться? У меня просто... А кто тебе сказал, что на ручнике как салашок? Ну, мне... Сливка мне подошел, говорит, сливка типа скучно смотрится, а постановка... У тебя 120 сил по этому. Ну? А что ты делаешь? Как... Разгоняться по максимуму, коротко тормозить. Ну, не так. Не, просто на ручнике все равно ставится. Ну, маленький клип, сделай под газ. Ага. И если у него машина проверняться будет коротко. Но не вот этот. Нет. Так не пойдет. Нет. Ну, ты еще теряешь в этом клиенте. Конечно. Тебе надо на ручнике... Ее и так нет. А ты еще в нем газишь. Не надо. Город под газом. Не надо. Не надо. И жесткиком зафиксироваться. Чехия. До десяти утра завтра, пожалуй, у нас будет подготовка у автодрома следующего мероприятия. Вот. Лучше это сделать порядком, что сегодня. В 17.30 мы закончили. Пришли мы провели. Мы пособрались. Пошли умылись. И ем на пус. Значит, в аптетике всем раздам. Вы, пожалуйста, друзей своих тоже зависят, кто у вас здесь есть. У нас там здесь вся часть помещается. У нас примерно столько детей есть. Вот. Если вопросов нет, хорошего дня, хорошего вечера. Продолжение следует.